Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Приветствую вас, дорогие мои братья и сестры! Сегодня мы имеем чтение из Евангелия от Матфея, а именно речь идет о пребывании Господа Иисуса Христа в Капернаоме. В Капернаоме подошли к Петру собиратели Дидрахм и сказали, учитель ваш, не даст ли Дидрахмы? Он говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, как тебе кажется, Симон, цари земные, из кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему, с посторонних. Иисус сказал ему, итак, сыны свободны. Но, чтобы нам не соблазнить их, поди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открыв у нее рот, найдешь статир. Значит, четыре дигма. Монету с достоинством четырех Дидрахма. Возьми его и отдай им за меня и за себя. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Естественно, что взрослый человек не может стать ребенком снова. Но по нраву детскому, по детскому незлобию, вот, может быть и похожим на дитя. Недаром о таких добродушных людях говорят, да он как дитя. Он не воспринимает всерьез злобу, резких замечаний. Он реагирует на все спокойно и не раздражается. Но, конечно, это трудно. А тем не менее, тем не менее, все-таки это идеал для нашего взаимоотношения друг с другом. От нашего доброго взаимоотношения друг с другом многое зависит. В устроении наших земных дел, житейского благополучия. Потому что житейское благополучие складывается в целом от доброжелательного отношения к нам, наших ближних. Вот, и, значит, нам надо постараться самим быть такими вот благожелательными к нашим ближним. И не злопамятными. Вот я думаю, что не злопамятность – это одна из самых больших добродетелей. Без злобия. Ну и вот, Иисус, взяв дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь, не изменитесь». Они ведь уже сложившиеся люди и злыми часто бывают. Вот, так вот, эту злобу из себя надо как-то исторгнуть. Её как-то погасить в себе надо, так, чтобы она не восставала. И вот, если вы не обратитесь, подобно детям, к кротости и незлобию, то не войдёте в Царство Небесное. И так, кто умалится, как это дитя, тот будет больше в Царстве Небесном. А кто примет одного такого ребёнка во имя моё, тот меня принимает. А вот страшное – другое. А кто соблазнит? А сейчас много-много всяких желающих соблазнять детей. Но они должны знать, кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня. Тому лучше было бы, если бы повесили им на шею мельничный жернов и бросили в пучину морскую. Вот видите, потому что наказание за деторастление, за плохое воспитание детей, за пренебрежение детским достоинством и детскими интересами, наказание за то, что родители небрежные бывают по отношению к своим детям, не заставляют их учиться, не приучают их к труду, не дают им собственного примера благонравия, незлобия и дружелюбия. Вот это всё наши грехи, грехи взрослых людей. Ну так вот, дорогие мои братья и сёстры, будем помнить, как страшно быть зловредными по отношению к детям. Будем же в своём нраве незлобивыми, как дети, и благожелательными, как они тоже, друг к другу. И будем хранить мир и любовь, и стараться сделать так, чтобы найти применение своих сил, способностей, возможностей для устройства благополучия ближних, и этим пользоваться с помощью Божией, и стараться так устроить свою жизнь, чтобы у нас, по нашей вине, не было бы врагов. Понимаете? И что ещё взрослому человеку бывает свойство? Это мстительность. Вот он меня обидел, так я ему в три раза больше насолю. Вот этого тоже у нас не должно быть. А надо всегда применять к себе. Вот, а что было бы, если бы ты нечаянно кого-то бы обидел, а тот бы тебя обидел в десять раз больше? Это была бы, конечно, катастрофа с каждым из нас, правда? Но вот надо самим не допускать в своей жизни ничего обидного, ничего плохого, и никакого зла не делать своим ближним, и быть благожелательными, радостными и приветливыми, какими бывают добрые дети. Таких есть, как говорится, вот Царство Небесное. Так вот, каждому хочется быть участником Царства Небесного, из тех, кто верит в Господа, да, слушает Его Слово, является добрым чадом, добрым детятей Церкви Христовой. Каждому хочется стать членом Царства Небесного, наследовать Царство Небесное. Вот. Но путь к этому лежит через благонравие. Вот мы давайте помолимся, чтобы Господь исполнил в наши сердца благонравием, чтобы наши намерения были светлые, чистые и прозрачные для наших ближних, и чтобы от нас никто услышал никакого бранного, скверного, грязного слова и никакого недоброго поступка с нашей стороны никто бы не пережил. Уже одно это, уже одно это делает нас христианами, но этого мало, надо трудиться для того, чтобы больше делать добра. Как и говорит, спешите делать добро. Мудрый человек, спешите делать добро. Потому что время жизни ограничено, и если мы не запасемся вот этими делами добра, то мы ничем не оправдаемся на страшном суде Христовом и не сможем надеяться на участие в Царстве Небесном. А это было бы для нас очень грустно. Всю жизнь быть христианинами, не надеяться и не удостоиться Царства Небесного. Пусть с нами всегда будет Господь своей благодатью, своей мудростью, своим человеколюбием, и мы бы, чтобы проявляли к другим человеколюбие, тогда и спасемся. Потому что от нашего отношения к ближним зависит наша собственная вечная участь. Пусть она будет доброй. Во Христе Иисусе Господне нашим, в Царстве Небесном. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok